...экземпляров разошлась в первые часы. Дизайнеров на создание коллекции вдохновили знаковые события этого года. Воссоединение Крыма с Россией, Олимпиада в Сочи и триумф нашей сборной на чемпионате мира по хоккею. В числе тех, кто купить успел, была наш корреспондент Ксения Кипкала. Очень добрый, пожалуйста, нас не догонят бежевую, а размер я не знаю, отличную. Очередь за президентом России растянулась через весь первый этаж столичного ГУМа. В коллекции 15 моделей. От строгой черно-белой классики до разноцветных пляжных футболок. Специально для крымчан. Наверное, 10 тем. Беж. Да. Да, и 10 маленьких. В числе первых покупателей, первые лица балетного искусства. Гедемина Сторанда признается, по магазинам ходит не часто, но сегодня день большого шопинга. Сразу 40 футболок по случаю и без. Одни для выступлений, другие для отдыха. Когда артист приходит или провинился, он смотрит на меня и на Путина внизу и понимает, что в принципе нет смысла говорить ничего лишнего. А когда я буду, допустим, разговаривать с приходящими родителями или кем-то, когда у меня балетная студия, я буду одевать эту майку. Берут кто оптом, а Михаил Голустян в розницу. Всего две. Себе и жене. По самому вежливому человеку. Говорит, теперь в отпуск в Европу можно ехать смело. Вот такой чузер. Вот такой зеленый чузер. Эта майка придает уверенности, как минимум. Все путем уверены создатели коллекции одноименного проекта. Первая партия больше трех тысяч разлетелась за считанные часы. Ну вот на мне еще эксклюзивная майка. Таких сейчас нет в продаже пока. Это, кстати, с Владимиром Андреевичем в форме. Путин в очках, на коне, в форме или на пляже. Кому какой больше нравится. Здесь же чехлы для телефонов. Сюжет тот же. Все понравилось. И Путин нравится больше всех. За покупками выстроились и иностранцы. Немцы, итальянцы, французы. Белайк, тыс. Что? То, что сделано на родине, пришлось по душе и московским модницам. Луи Бетон и Прада сменили на Путина и Мэйден Раша. А любимые мужчины ревновать не будут? Ну что же, это же святое. Это святое. Ксения Кипкало, Виктор Приходько, Никита Корнеев. Вести.